Если сейчас в Анапе строят, значит на строительство здания есть разрешение, хотя совсем еще недавно правила застройки игнорировали. Разрешение по ТЖС со временем давало жизнь семи и девятиэтажкам. Процесс сдачи многоэтажного дома через суд и дело в шляпе. Такая практика укоренилась со временем. Новые правила недобросовестные анапчане сначала игнорировали, но постепенно стали их принимать. Чтобы напомнить правила и законы, первый вице-мэр Анапы Светлана Ировая запланировала провести совещание. Будет это связано и с коммунальным, хозяйственным обеспечением, и, думаю, с пожарной службой, в том числе и с регистрационной, налоговой. То есть весь аспект в этом вопросе. Предварительные советы, большое совещание. Но я думаю, что это было не совместно. Мэр Анапы Сергей Сергеев считает, строительство необходимо контролировать на стадии котлована, чтобы не разрушать уже возведенные здания и не сносить самострои. Легче предотвратить беззаконие нарушения, чем потом сносить капитальные объекты. В стадии строительства несколько рисков выхода, когда заявлено и есть разрешение на трехэтажное строительство, и когда арматура выпущена уже на четвертый этаж. Вот возьмите Владимирское, 41, там нет зеленого нарушения. Первый этаж под коммерческие объекты по паспорту встроены. Два этажа жилые. На этом стройка должна прекратиться. Разрешение у хозяев участка на трехэтажное здание. Выпущена арматура под четвертый этаж, под монтаж. Сообразим, собственно, что мы надзираем серьезно, а не прекратили. И сказали, что нужно вставить в голову. Когда мы заставляем, когда сотни тысяч миллионов рублей варить в это строительство, и мы заставляем людей сносить, не мы, а суд принимает решение о сносе, я считаю, что мы не до конца выполняем ту работу, которую должны выполнять. А и на стадии строительства мы должны контролировать. Контроль должен быть и будет постоянным, ведь самострой, как патология или заболевание, которое легче предупредить, чем потом лечить и проходить реабилитацию. Это касается и антикоррупционной работы, которую проводит мэр Сергеев. У меня состояние дежавю сейчас. Я это проходил. Сегодня в адрес администрации метают громые молнии, что мешают заниматься предпринимательской деятельностью. А иногда звучат слова «обирай». Вот проанализировал ситуацию, то, что происходит. Я не буду говорить о незаконном строительстве, у тебя такая же ситуация. Допустим, на примере торговли. Предпринимательская деятельность. Вырву. Очень удобно. Заплатил за крышевание за весь сезон. И сидишь, нарушаешь закон. Или стоишь, или ходишь. Сегодня мы в начале этого сезона курортного прекратили эту деятельность жестко. Я скажу, что многое сделано. Не все, конечно. Еще очень много предстоит сделать, но прекратили. В начале курортного сезона такую практику приостановили. Не все нарушители поняли сразу с первого раза. По закону работать выгодней. И доверия больше от администрации и от потребителей. И я предлагаю легализовать свою деятельность. То есть прийти к тем, кто лицензирует, либо дает разрешение на этот вид деятельности. И оформить законно свою точку. Понимаете? Не надо никому идти за крышей, дорогие друзья. Неужели же непонятно? Когда бизнес честный, бояться нечего и крыша не нужна. Достаточно хорошей репутации и качественных услуг для стабильного заработка. Пока не все анапчане это понимают. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов. Анапа. Регион.